Всем привет! Сегодня мы продолжим говорить о спринге. И видео сегодня будет больше теоретического плана, нежели, скажем так, практического. Хотя дам некоторые идеи. Смотрите, в одном из последних уроков мы коснулись вот такого вот интересной темы, как http servlet response. Вы вообще, по идее, по-хорошему надо было задать вопрос, откуда вообще можно взять и мысль такая может даже возникнуть, что есть еще какие-то servlet, которые мы можем еще и инжектить и их еще и можем использовать в качестве ответа. Так вот, так вот, так вот, так вот. Ответ весьма-весьма на самом-то деле прост. Смотрите, смотрите, смотрите. В прошлый раз так же, вот, я рассказывал, что, 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 springbook, springput, springbashmak, у нас запускается как джава, как обычный жарник, да, и внутри, внутри, вот он, обычный жарник, то есть через main, и внутри, так, все нормально, все нормально, и внутри он содержит некий, некий сервер, некий сервер Tomcat, то есть вот я вам показывал, где-где-где-где-где, но открывал я тут все, открывал я тут все, вот, Tomcat, 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 некий встроенный сервер. И вот, вот, Tomcat, это некий контейнер сервлетов. Как вы видите, он реализует вот спецификацию сервлетов. Это вот как GPA и Hibernate, и точно так же есть какая-то спецификация сервлетов, и реализация сервлета, это Tomcat. То есть, Tomcat у нас используется как некий веб-сервер. Теперь, что такое сервлеты? А сервлеты, это значит, скажем так, некая абстракция, которая служит механизмом, чтобы принимать и обрабатывать запросы. В частности, реализуется вот на данный момент HTTP, специальные HTTP сервлеты. Там есть иерархия сервлетов, то есть, есть, скажем так, самый общий сервлет, потом расширяющий, и есть HTTP сервлет. И вот этот вот сервлет мы, скажем так, неявно используем. Неявно используем. И вот именно вот по этой причине, именно вот по этой причине, что у нас вот этот Tomcat реализует, реализует спецификацию сервлетов, спецификацию сервлетов, где это я вам показывал? Забыл уже. Мы можем вот этот вот сервлет себе инжектить, как обычный бин. И потом его использовать для ответа. Точный вот механизм, как там происходит вся эта передача, я вам не подскажу. Значит так, что мы выяснили? Что SpringBook содержит у нас внутренний контейнер, который отвечает, скажем, за то, чтобы слушать ответы, слушать запросы на определенных порту. То есть, он у нас служит неким веб-сервером. Каким образом это делает? Он, в частности, реализует спецификацию сервлетов. Эти сервлеты описывают, каким образом нужно обрабатывать входящие, выходящие данные, скажем так. Итак, то есть, вот в данном случае мы используем только http-servlet-response, но есть еще http-servlet-request. То есть, если вам, например, нужны какие-то данные, например, куки, вы хотите явно обработать куки. То есть, можно было бы, знаете, вот как вот так вот написать, только вот здесь был бы request. Например, вам нужны были бы куки. Куки, 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 да? Вы хотели бы проверить у юзера, какие существуют куки. Вот ваш request и get cookie. Все. Вот они, вот здесь вот все записаны. А с помощью response вы можете записать куки. Но по дефолту вы их записываете вот прямо, вот как написали строчку, так и будет записано. Ладно, мы вам это чуть позже еще посмотрим. Я вам еще здесь затронули тему сervлетов, значит. Хотел показать... Сразу могу сказать, кому очень вот эта тема... Он очень хочет стать суперспециалистом, вот по спринкбуту, понимать все тонкости. Вот он просто... Или она обязана прочитать вот эту специфику... Как это называется-то у нас? Вылетело опять из головы? Короче, вот это вот описание, которое нам дает Spring по поводу, как он работает, как настраиваются вот эти все внутренние дела, вот эти серверы. Здесь конфигурация TomCat есть, конфигурация Jetty есть. То есть Jetty это тоже сервер, тоже сервер, как TomCat. Только... Ну, он по-другому работает. Но хотел-то я сказать другое. Я хотел вот показать, показать... Не это, не это. Вот. Смотрите. Спринкбут, скажем так, разделен на две большие части. Стандартный стэк... И реактивный стэк. Вот мы сейчас работаем именно на стандартным стэком, которые у нас используют самые обычные блоки. Вот ключевая разница между реактивным и стандартным стэком это то, каким образом обрабатываются вот входящие запросы. Блокирующим или не блокирующим способом. Мы сейчас рассматриваем именно блокирующий. Я здесь еще нашел небольшую картиночку по сравнению. То есть вот реактивный стэк, а вот сорвлет стэк. Вот то, что мы сейчас рассматриваем. Не совсем понял, что вот эти, значит, 50%, 75%. Это какая-то нагрузка идет. Не совсем ее понимаю. Но если вот так вот просто смотреть, да, время ответа. И как мы видим, вот здесь вот в реактивном стэке цифры гораздо ниже, чем вот здесь вот. Так что... Так что, так что... Базу знать нужно, но со временем... Вот вы хотите, не хотите, но придется, придется учить еще и реактивный стэк. То есть вот эта база, а тут, скажем так, наверное, какие-нибудь очень простые, малопосещаемые сайты, которые можно, скажем так, условно на коленке собрать. Ну, не на коленке, можно, конечно, и более сложные, и собирают же более сложные. Ну, скажем так, где нагрузка не такая большая. А вот реактивный стэк, у него уже другие задачи. С более серьезными нагрузками он будет работать. То есть мы сейчас работаем вот с этим сарвлет стэком. Самый обычный сарвлет стэком. Ой, не очень весело, наверное, я это все дело объяснил. Еще раз посоветую, найдите в сети, на том же ютюбе есть ролики по сарвлетам. Там более, скажем так. Посмотрите с другой стороны. Еще раз повторю, сарвлет, грубо говоря, можно думать, что это вот некий компонент, который у нас вот в контейнере, да, и он умеет каким-то образом принимать запрос, http-запрос, на определенном порту, который вы посылаете. Там идет, значит, какой-то пакет данных, и этот пакет данных, вот эти вот сарвлеты у нас могут их обрабатывать. Естественно, реализация сарвлетов. То есть по дефолту Spring Boot нам предоставляет там кат. И там, значит, есть у нас какая-то реализация. И этот там кат знает, как нужно обрабатывать входящие запросы. Так, ну, как смог, как смог, объяснил, значит. Теперь дальше. Теперь дальше. Я хотел бы, скажем так, еще поговорить немного о том, каким образом вообще фреймворки, практически любые, решают вопрос авторизации. Авторизация. Авторизация. То есть вот юзер, когда вот заходит, да, смотрите, вот мы работаем вот с HTTP протоколом. HTTP протокол, HTTP протокол у нас stateless. Что это значит? Что вот каждый запрос рассматривается отдельно. Мы не знаем, что делал вот сервер, да, который принимает запрос от клиента. Он не знает ничего о предыдущем запросе, который сделал юзер. И нам нужно, нам нужно, каким-то образом, нам нужен какой-то механизм, как мы будем понимать, что, вот, допустим, идет какая-то серия запросов, и что это от одного юзера. Как обычно обстоят дела? Как обычно обстоят дела? Первый шаг. Смотрите, юзер, юзер вводит форму логина. Логин, паспорт. Вот он ввел, да? Второй шаг. Сервер взял read вот эти данные и если успех success если все удачно прошло если все удачно прошло, да рассмотрим удачно пока ветку сервер что делает? то есть он нашел юзера с такими данными он посылает клиенту сервер клиент клиенту clients куки зашифрованные куки в которых он помещает некоторую метку некоторую метку что вот этот юзер мой что этот юзер мой и любой следующий запрос любой следующий запрос который от клиента идет тут какой-то request request client так вот любой следующий запрос который идет от клиента сервер перед тем как его обрабатывать он вернее не он а мы мы пишем логику такую что мы вот из этого запроса из этого request мы достаем куки и смотрим наш ли это наш ли это человек скажем так и вот таким образом мы собственно работаем естественно куки мы можем обналить куком мы можем поставить некоторое время жизни то есть существует множество ограничений чтобы юзер не вводил на каждую страничку грубо говоря запрос ответ ой логин пароль а чтобы он один раз ввел мы ему переслали куки подтверждающие которые мы подтверждаем что это наш и в следующий раз когда он любой запрос делает он не логин и пароль нам отправляет а он отправляет куки куки скажем так вот когда юзер делает запрос куки автоматически вот к этому запросу у него подцепляются то есть у него он в браузере относительно его сайта которым он хочет могут быть куки храниться если он заходил уже на этот сайт если он первый раз заходил то понятное дело куки пустые но если он уже несколько раз заходил обычно там какие-то куки которые относятся к какому-то сайту но и вот эти куки подцепляются и идут и идут вместе с запросом на сервер то есть вот таким образом решается проблема проблема стейтлеса то есть проблема того что http протокол у нас без состояния проблема то как нам понять что этот юзер наш юзер что ему можно делать запросы к определенного рода страничкам что ему разрешены какие-то операции чтобы он не вводил это бесконечно логин и пароль вот мы в прошлый раз рассмотрели очень-очень простой примитивный ладно не было стирать очень простой примитивный вариант работы как его называется вариант работы security то есть логина вот это пароль да но я хочу вам показать скажем так на более низком уровне как это можно дело осуществить потому что это всего лишь абстракция сверху вот как контроллеры мы пишем это на самом деле скажем так некая абстракция над сервлетами давайте я вам еще покажу сервлеты как они могли выглядеть вот сервлеты вот обычный файл сервлетов то есть вот у него реквест это вот вы какой-то реквест делаете и там содержатся все необходимые данные респонс респонс это то что вы будете отдавать здесь конечно еще путь прописывается вот здесь обычно сверху пишут по какому пути это дело срабатывает то есть вот эти вот я еще тут смотрите здесь писался прямо в коде прямо в коде здесь писался html html то есть сервлеты это некая низкоуровневая вещь некая низкоуровневая вещь на которой строятся более удобные вещи такие вот как контроллеры мы работаем вот с моделью не с моделью в общем контроллеры и на темплейтах мы разделили вот эту ответственность разделили ответственность то есть мы не все в одном месте делаем а мы делаем в разных местах в разных местах а я вот хочу вам показать как это все можно организовать то есть показать вам скажем так некое нутро некое нутро так что мне нужно для этого для этого я вот этот спич то зачем толкал вам про 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 так где зачем я вот этот спич толкал про то как делать как как ограничивать доступ грубо говоря пользователей к определенным страничкам вот сейчас мы это сделаем скажем так на неком узком низком уровне только в упрощенном варианте и так и так и так и так давайте давайте я вот здесь создам контроллер я его назову servlet 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 controller servlet controller то есть мы здесь будем юзать контроллеры прямо напрямую чего мы обычно не делаем get mapping у меня вот здесь так так баловался я тут index.page.bouse вот у меня осталось, значит, страничка будем ее использовать index так, что здесь срабатываем мы здесь по индексу пишем index пишем сейчас пишем самый обычный код getindex который мы писали уже очень-очень много раз пишем модуль 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 add attribute хотя мне не нужно здесь никакие атрибуты но у меня там у меня там что-то message так ладно хорошо, сделаем таким образом эта страничка, это будет страничка которой мы ограничим доступ которой мы ограничим доступ с помощью с помощью, скажем так, неких нескольких уровневых вещей то, как бы вы делали бы в java java.ee особенно в ранних версиях так, мы передаем месседж и и you can do it в смысле ты прошел скажем так тебе разрешено зайти сюда вот что я имею ввиду и индекс теперь я создам еще один getMapping он будет немного необычным значит так пишу не индекс а допустим давайте я сейчас так здесь я буду передавать куку назову кук кук ладно, назову куки куки и так здесь мне модель не нужна будет паблик стринг getMapping куки и вот здесь вот здесь мы сейчас будем передавать вот те http http rs http servlet response вот нашел зачем я это делаю сейчас скоро будет все понятно так здесь мне нужен мне нужен значит куки просто 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 значит так напишу ok you got you got you got you got куки я хочу сделать следующее когда заходит пользователь вот на конкретно на эту страничку вот конкретно на эту страничку я ему передам особые куки с помощью которых он сможет зайти на страничку индекс то есть я вам просто хочу показать механизм 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 скажем так где это вот то что я вам тут рассказывал только немного другим способом но общая идея будет та же самая так и я смотрите в response от куки ню куки и здесь я напишу допустим дима дима вот такие вот куки они вот так вот и запишутся без всяких шифрований мы вот это вот прямо и увидим дима дима окей теперь 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 смотрите так драсс трасс это мы сделали да теперь 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 нerm нужно 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 так нужно создать фильтр 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 так где бы его создать давайте Так, это у меня Опять Программа у меня обновляется Вылазит все время Надо ее как-то отключить Надоело уже, все время 12.00 Включается Ладно, так Не отвлекаемся Так, мне нужен фильтр Фильтр, фильтр, фильтр В котором я буду читать куки В котором я буду читать куки И перенаправлять Или продолжать поток То есть мне нужен Давайте Логин Логин фильтр Мы назовем То есть такую классическую задачу Разбираем Логин фильтр Значит, смотрите, он должен имплеметить Фильтр Причем Вот этот вот Сервлет Сервлетовский фильтр И здесь нам нужно реализовать Реализовать Метод Вот обязательно DoFilter И не То-дестрое Это просто Ну, имена тут сами говорят То есть что делать При инициализации данного Фильтра И при дострое То есть вам Может нужны какие-то Подготовительные данные Подготовительные действия Тут ключевой момент Что нужно Вот сервлеты Вот эти вот Ой Здесь нужно 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 Вот этот фильтр Организовать Смотрите Вот эти сервлеты Это максимально общие сервлеты Это не HTTP сервлеты Еще с которыми На самом деле Здесь будут А здесь будут Имена они Поэтому Мы Мы можем На самом-то деле Вот сделать HTTP сервлет Сервлет Request Вот То есть Я напишу IHS Так И То есть Здесь будет Все нормально То есть Приведение Типов Здесь будет Корректно За это Можете Не беспокоиться Здесь будет ASP Давайте Здесь Явно Напишем Вот Таким Вот Образом Вот Вот таким вот образом Так Окей Вот мы Связали Что это у нас Именно HTTP То есть Мы принимаем HTTP Запрос И отдаем HTTP Ответ Так Теперь дальше Теперь нам нужно Доставить Куки Почему мы Приравняли Потому что Смотрите Вот у Классического Сервлета Нет Get Куки Нет Куки Нет Куки А вот HTTP Сервлета Куки Уже Есть Вот именно Для этого Нам нужно Сделать Приведение Типов Значит Так Куки Массив Array Cookies Так Теперь 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 Я сделаю Следующее Я заведу Булевскую Переменную Check it Назову Вопрос Check it Которая По дефолту Файл Я ее Зачем Завел Чтобы Чтобы Проверить Я ее буду Использовать Для потока Для контроля потока Сейчас поймете Смотрим For Куки Куки Я сейчас Проверяю Массив На 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 Наличие На Наличие Куки Сравниваем Мы строки По Иквалсу По Иквалсу Если Вот Такая Кукла Есть Такая Кука Есть В запросе То Мы Вот Этому Чеку Мы Добавим Изменим На True И Теперь 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 Мы Дальше If Check Здесь Следующие Варианты Так Сейчас Я пониже Сделаю И Смотрите Здесь нам Еще Передается Такой Специальный Объект Filter Chain Filter Chain Фактически Он Говорит Следующее Ты Можешь Идти Дальше То есть Передать Вот Эти Запрос И ответ Вот эти Два Ответ Вот эти Два Объекта Дальше Дальше По Цепочке То есть Грубо говоря Это Скажем Так Я Разрешаю Путешествие Дальше Если Я Моя Если Если Есть Такая Кука Вот Что Я Сейчас Сделал То есть Я взял Filter Chain Do Filter Я Вот Отправил Но Если У меня Вот То есть Вот данной Данной Куки Нет Данной Куки Нет То Что Я Сделал Я Я Возьму Вот этот Вот Только не Этот Респонс А Вот Этот Крутой Респонс И Я Прямо Редирект Я Редирект На На Страничку На Страничку Давайте 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 На Image У меня Нет Специальной Странички Типа Об Ошибке Допустим Это Будет Наша Страничка С Ошибкой Можно Было Создать Страничку С Ошибкой То Есть Вот Таким Образом Можно Организовать Организовать Все Это Дело Кстати Мне Даже Интересно Сейчас Я Вот Не Уверен Я Знаю Как Нужно Сделать Но Я Хочу Попробовать Сейчас Протестирую Одну Вещь Вообще Запустится Это Или Нет То Мы 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 Проверяем Это На Куки То есть Наш Фильтр Работать Должен На Куки Я Его Зарегистрирую Как Компонент Куку Зарегистрирую Я Как Компонент Фильтр Я зарегистрирую Компонент И еще нужно последнее сделать Последнее, последнее действие Мне нужно Мне нужно Сервлет Компонент скан Зарегистрировать Все Не знаю будет работать или нет Если не будет работать То переделаю То есть я уже знаю как нужно сделать Но хочу попробовать таким образом То есть Зарегистрируется Вот это как BIN Или нужно будет отдельно Мне зарегистрировать Так, поднимаем Поднимаем сервер Напоминаю, что я отключил Я отключил регистрацию Я отключил регистрацию Угу 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 грузится наш сервер грузится сервер отлично вот он подгрузился теперь 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 план какой был план какой был у нас надо напомнить мне чтобы я тут не облажался так мне нужно мне нужно здесь инструмент разработчика куки надо нужно смотреть куки вот они здесь уже есть я их сейчас удалю то есть я здесь уже баловался удалил 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 эй не понял ой 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 не хочет не хочет не хочет не хочет да таким образом работать со мной ладно давайте тогда переделать давайте переделать давайте переделать я знаю как все делать то есть вот вот это вот не нужно указывать это вот тоже не нужно указывать то есть мы зарегистрируем зарегистрируем все это делаем вот здесь вот пишем быстро bin здесь значит нужно будет воспользоваться следующее bin filter registration bin и мы здесь указываем наш LOGIN FILTER FILTER REGISTRATION BIN иначе окей то есть первый шаг сделан теперь 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 мне нужно не нужно вот в этот вот объект передать фильтр фильтр значит пишем фильтр регистрация сет фильтр и здесь мы не логин фильтр и мне нужно указать адрес 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 по которому по которому по которому и и надо рейтер написать вообще зачем в джаве существует третер давно бы его уже убрали или сделали бы я не знаю что нибудь другое вот по моему же очевидно вот если на последние строчки то это возвращается тип ладно так мы 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 пытаемся ограничить доступ к индексу к индексу где у нас где у нас скажем так я наш сервер так мы пытаемся ограничить доступ к нас у где у нас скажем так некая некое секретное сообщение you can do it ok 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 все зарегистрировали вот эту аннотацию здесь пометили и перезапускаем сервер увидел какое опять длинное получается 42 минуты 42 минуты как долго так сервер подняли наши куки пустые вот наша стартовая страничка мы сейчас мы пытаемся сейчас зайти на запрещенную страничку на на индекс почему опять вот это вылазит мне это вообще не нравится почему эту ой ой-ой-ой-ой так 0 0 по интернул ну поинтер аксевшен ну поинтер аксевшен я бинтом указал я бинтом указал так ладно сейчас на паузу поставлю разберу разобрался 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 с ошибкой когда у нас нет никаких кук когда у нас нет никаких кук вот этот вот массив он у нас будет равен нулу на самом-то деле на самом-то деле он будет равен нулу и вот я просто ввел дополнительную проверку что если нул, то перевожу на страничку, которую мы считаем что эта страничка у нас делает скажем так, говорит что тебе нельзя туда, тебе нельзя на нашу секретную страничку можно было бы конечно отдельную страничку создать и типа написать request, запрос запрещен но я просто перенаправляю на image то есть вот на эту страничку то есть смотрите я вот пытаюсь на индекс ой-ой-ой неправильно тут на индекс да? и меня переправляет на image смотрите я вот на индексе ожидаю увидеть некое-некое вот такое вот индекс индекс page и тут you can do it но у меня нет никаких куки куки я получаю я получаю зайдя на страницу куки окей you got cookie вот они у меня вот они у меня появились и теперь теперь-теперь я могу зайти на страничку индекс окей you can do it то есть понимаете, да? куки, естественно, остаются куки вот эти они хранятся они, скажем так привязываются вот к сайту и вот эти куки передаются каждый раз на запрос но здесь мы их храним явным вообще по-хорошему так делать нельзя их нужно ну вот это пока value вот это вот value его нужно каким-то образом шифровать и в эту зашифрованную вещь передается 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 какой-то value вот какие есть механизмы я не знаю нужно поискать ну вот так value в чистом виде никто не передает и так и так и так и так давайте вкратце вкратце быстро ну как быстро по возможности быстро повторим повторим что что выучили скажем так сегодня значит смотрите у нас есть некий некий механизм сервлетов хотя нет давайте для начала существует некая спецификация сервлетов которая что делает которая описывает каким образом нужно http запросы получать и каким образом отвечать то есть сделать http response спринт бут решает эту проблему следующим образом он внутри себя содержит содержит тамкат то есть контейнер сервлетов которые реализуют вот эту спецификацию эти сервлеты вот эти сервлеты да вот этот контейнер сервлетов мы можем использовать мы можем использовать то есть мы там можем мы можем написать свои 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 конкретные сервлеты вот 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 примерно вот так вот раньше писали в старые времена ну и кому делать нечего может попрактиковаться но сейчас сервлетами напрямую никто не работает по крайней мере не должны то есть сервлеты что дела они принимают какой-то request http request и отдают http response и здесь описывается вот этот вот html прямо в кое еще здесь здесь но они не здесь решили они в отдельном файле но обычно здесь еще ставилась аннотация по какому пути типа веб-сервлет и по какому пути срабатывал срабатывал данный сервлет но но это old school так так не делают так не делают уже здесь используют используют вот эти контроллеры и отдельные вьюхи мы рисуем в которой мы придаем модели но 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 вот эти поскольку у нас там кат мы можем начать создать множество сервлетов которые которые будут у нас этим там этим там катом как-то обслуживаться вот вот эти вот все контроллеры они скажем так как-то поверх поверх сервлетов реализованы это просто некое удобство для нас сделано ладно так что там дальше что там дальше у нас я вот вам рассказал как как осуществляется значит механизм механизм с учетом того что у нас http протокол stateless то есть без сохранения состояния каким образом осуществляется какой общий паттерн что мы в серию запросов можем идентифицировать с определенным юзером то есть мы ему передаем куки куки да обычно вот здесь будет зашифровано каким-то образом типа например юзера идей или что-то в этом роде то есть здесь будет какая-то зашифрованная надпись длинная и в ней будет каким-то образом положено типа юзера идей и мы таким образом можем идентифицировать что группа говоря это идет серия запросов от одного юзера то есть давайте еще раз повторим почему нет юзер юзер заходит на страничку где ему нужно ввести форму паспорт он заносит эти данные на сервер отправил сервер у нас их принял прочитал нашел если все хорошо да сервер отдает клиенту ответ и в этом клиенте он также отдает куки в которых он зашифровывает то каким образом он идентифицирует юзера обычно это ну например может какой-нибудь юзер идей то есть байдан на какой-то юзер идей и он в них зашифровывает и затем юзер использует эти куки вернее вот клиент когда потом делает запрос на сервер любой следующий следующий запрос автоматически идет всегда с куками всегда с куками то есть вот следующий запрос вот если бы я бы сейчас делал запрос взялись бы вот эти куки и передались бы на сервер зачем это я делал вам все показывал за тем чтобы показать что мы можем скажем так работать с более низким уровнем абстракции то есть не с контроллерами а прямо с ровлетами напрямую у сарвлетов у сарвлетов вот когда мы используем механизм сарвлетов есть такой механизм называется веб-фильтры веб-фильтры веб с помощью веб-фильтров мы ставим своего рода ограничения доступ юзера к определенным страничкам значит 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 мы создали специальный специальный файл логин-фильтры наследовались от фильтра не от простого фильтра а вот где у нас тут фильтр а вот тут у нас за шифром ну вот здесь вот у нас за шифром то есть джав сервлет-фильтры я здесь еще дополнительно когда искал ошибку 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 вот тут ноль-поинтер я решил еще реализовать метод init Worker явно видеть чтобы явно видеть что произошла инициализация вот вот-вот-вот чтобы залагировал я с помощью ламбука и здесь ключевой момент когда мы вот этот интерфейс пытаемся реализовать нам нужно реализовать методу фильтр который принимает request и response и фильтр чейн фильтр чейн мы используем для того чтобы отдать потоку дальше отдать потоку дальше если все здесь у нас успешно произошло вы значит здесь общая идея такая следующая мы из реквеста из реквеста достаем куки пытаемся их читать если нужные куки нам существуют то мы то мы то мы с помощью вот этого метода просто идем дальше по цепочке то есть мы передаем вот вот эти вот про квесты вот этот раквест и response дальше таким образом эта цепочка идет либо либо мы берем вот этот наш response вот этот наш response и используем его метод цент директ и указываем и указываем вот здесь вот него здесь вот а указываем путь по которому срабатывает то есть то есть то есть то есть вот я написал цент директ и image это что значит это сработает вот по этому пути то есть его двадцать контроллер и вот по этому пути и сработает в итоге вот это вот вот эта форма я здесь пытаюсь защитить страничку индекс индекс то есть я делаю скажем некую эмуляцию некую эмуляцию чтобы сделать по простому чтобы не передавать куки чтобы не шифровать их еще их вопрос как шифровать не знаю как их шифровать фениксе например они шифруются автоматически там к слову присутствует вот тот же самый подход по идентификации юзера это вообще универсальная вещь то есть то есть то есть вот вот так вот все дела обстоят юзер когда вот зайдет вот на этот на куки мы ему передаем но наши куки которые используются используются фильтром используются используются две фильтры а вот вот этим фильтром теперь но это у нас еще не бин но это у нас еще не бин нам нужно его зарегистрировать для этого для этого мы идем его и регистрируем то есть используем вот такой фильтр регистрируем то есть это своеобразная обвертка и здесь мы вот передаем наш логин фильтр то есть ну здесь устанавливаем фильтр и устанавливаем по которому по которому мы реагируем то есть где у нас фильтр стоит на какой путь у нас фильтр стоит и и и и последнее последнее что нужно сделать это это нужно нужно вот вот эту аннотацию добавить сервилет компонент скан а кстати интересно мне она обязательно для фильтров давайте я ее отключу давайте я ее отключу посмотрим сработает заодно удалю вот эти куки удалю куки удалил куки так нет 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 та аннотация совсем не нужна значит она у нас нужна когда мы пишем непосредственно сервилеты для фильтров она не нужна для вот этих фильтров которые мы пишем она не нужна то есть вот я зашел вот я пытаюсь зайти на на секретную страничку индекс нас по дефолту перебрасывает на имейдж сейчас чтобы получить куки которые нам разрешат заходить нам нужно вот сюда окей вот мы получили теперь я могу зайти на 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 секретную страничку индекс окей you can do it вот такая история вот такая история значит вот таким образом мы можем еще ограничивать доступ юзеров доступ юзеров то есть то есть то есть вот своих контроллеров вы можете использовать http response и там ему передавать и там передавать и там передавать как его называются то куку 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 и передавать куку ладно видео целый час видео целый час надеюсь надеюсь что то что то вы извлекли из этого из этого лично я вот у меня более скажем так глубокое понимание появилось происходящего то есть там посмотрели там посмотрели то есть пазлник некий некий пазл собирается советую почитать про сервлеты про сервлеты посмотреть видео на ютюбе там есть в общем лекции по сервлетам отдельно там кат у нас просто реализует эти сервлеты а ммм тот кто любит читать спецификации не спецификации а как это называется доки доки тот те кто любит читать доки должен читать доки ладно 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 хватит ммм пожалуй пожалуй стоп видео в час уже аж это ж перебор давайте see you next time изучайте эликсир какой эликсир спринг декор я но я не не а но ни не мне ли от